Название, я попробую по-русски сказать, стандартная теория формирования галактик Нет, мне трудно будет дальше по-русски Я сам не помню, как-то Потому что я не знаю слова «пэллиди» по-русски Ну, на самом деле, и сравнение с наблюдением Так, ну и тут вот интересно, актуальные проблемы гумеранга и миллиметрона И во второй части, вот Сулако-Терестриал, Террагерц, Астрономик Олл Измерения в Антарктиде, на Атакамо, в Суфе и еще какой-то мыс Ну, это я сейчас скажу Пожалуйста, я не знаю, извиняться или не извиняться за то, что я не знаю Потому что мой доклад радикально отличается от всех предыдущих Наоборот Наоборот, да, он как-то разнообразен Разнообразен, да Но смысл заключается в том, что, очевидно, нужна какая-то привязка Все-таки в системе отсчета Зачем все это нужно и какие задачи, собственно, нужно решать Я в этой связи, послушав все эти доклады предыдущие Подумал, что надо немного перестроить собственные доклады Поэтому у меня немного скомкано сейчас получится Перескоп с файла на файл Вот, но начну я тогда с того, на что официально ориентирован весь проект И вся деятельность нашей лаборатории С бумеранга и частично миллиметром Вот по бумерангу я нашел презентацию, которую я делал в прошлом году По линии Павла де Бернардеса Я прокомментирую сейчас те слайды, которые здесь есть Опираясь на разговор с Павлом де Бернардесом, примерно, в конце ноября, когда я был у него в Рине И там будут некие новые нюансы, некие новые элементы Вот давайте быстро как-то пройдем дальше Следующий Ну, это реликтовое излучение, которое мы должны наблюдать В среднем оно планковское, с гигантской точностью Если мы будем смотреть его по пространственному распределению То оно с высочайшей точностью еще и затронет Первое обнаружение этого реликтового излучения принесло Нобелевскую премию В шестьдесят... В шестьдесят... В шестьдесят... В шестьдесят пятом году было открыто Нобелевская... Я не помню, в каком-то там году была В семьдесят восьмом, по-моему Не помню, но не важно В общем, история открытия и кто должен был получить Нобелевскую премию, как всегда, сильно запутана Сейчас нет времени специально об этом говорить Но, в частности, могу сказать Я не сторонник теории, что Россия родина слонов Но, как-то так получается Значит, первое обнаружение реликтового излучения было в Пулковской обсерватории Неким Тиграном Шмаоновым Который, будучи студентом, аспирантом ФИАНа Наблюдал шумы 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 какие-то И показал... Ему показалось, что там есть превышение Он намерил температуру примерно 5-6 градусов Бегал по всем своим руководителям Непосредственный руководитель у него был Кайдановский Нобелевич Рядом был Порийский И дошло это дело до Зельдовича И, несмотря на то, что к этому времени уже была известна теория Гамблова Которая предсказывала такое тепловое излучение Все они фактически его зарубили И публикация кончилась тем, что он написал этот эксперимент И где-то две строчки буквально в этой статье было сказано Что вот да, там что-то есть такое, но точность плохая Так это и осталось в истории потом, когда все раскрутилось Когда все поняли, о чем шла речь И были визитеров из техи В том числе и те, которые открыли Вильсон Они пожимали шмолновую руку и признавали его приоритет Но, как всегда, Нобелевская премия назад не возвращается Так вот, это основной объект, с которым хочет работать Паоло Дебернандо И основные его усилия сейчас направлены в этом направлении Следующий слайд Значит, это уже описание, как устроена Вселенная Я думаю, что тут не нужно Следующий Значит, тоже пропустим Пропустим дальше Значит, еще следующий Кривая Вселенная Плоская Вселенная Это из области некого ликбеза Значит, я просто хочу сосредоточиться в вопросах много, поэтому я не буду останавливаться Дальше Дальше Значит, еще Еще дальше Еще дальше Значит, следующий 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 Вот Значит, вот давайте На этом месте Нет, следующий Следующий Вот на этом месте мы Значит, покажем О чем, собственно, идет речь В экспериментах типа Бумеран Дубль ВМАП До этого, опять же, наши советские и российские эксперименты Струкова И еще несколько экспериментов наземных Если углубиться в понятие изотропии и пытаться вот эту вот однородную стенку исследовать более аккуратно, то оказывается, что на некотором уровне появляется все-таки анизотропия Стенка вот эта вот реликт становится анизотропка Это важнейшее следствие теории и важнейший экспериментальный результат, свидетельствующий о том, что мы правильно в общих чертах понимаем вообще историю развития Вселенной Был большой взрыв, были малые флуктуации, была горячая Вселенная с термодинамически равновесным излучением, которое есть вот это вот CMB И малые флуктуации в какой-то момент нарастая превращаются в галактики, скопления галактик, звезды и так далее Ну, детально эту схему я сейчас описывать не буду, но как характерный промежуточный результат, который поддается экспериментальному обнаружению Это предсказание на Z, на красном смещении примерно 1000, стадии рекомбинации так называемой Переход всего вещества уже из укладенного состояния в нейтральное И отрыв излучения от вещества с сохранением дальше картины поверхности последнего рассеяния на том сановской рассеянии на свободных электронах Вот эта картина была сначала обнаружена группа в больших масштабах, потом в мелких масштабах это было обнаружено гумерангом И... ну-ка покажите следующий слайд Следующий, еще следующий Значит, еще Да Ну давайте еще следующий слайд Еще Значит, вот бумеранг обнаружил следующую картинку Давайте следующий Ну это вы все видели, это что такое гумеранг Вот как он летал Еще Следующий Вот Вот справа вот эта картинка Она, собственно, по тем временам, когда она появилась Ну, вполне заслуживала Нобелевской премии И я думаю, что Пауло Добернардис не получил ее, опять же, незаслуженно Потому что вот этот вот пик, он как раз четко соответствовал утверждению, что наша Вселенная Во-первых, спектр мощности, флуктуации вот этих вот по углу, он должен содержать вот несколько пиков, так называемые акустические пики Но что было очень важно, это само по себе было очень важно, что есть спектр мощности не гладкий И его вот такая структура, это точно соответствовало идее этих самых стоячих звуковых волн в ранней Вселенной С масштабом порядка, точно глантующимся по горизонту на тот момент, 400 миллионов лет Но вторым совершенно фантастически важным 400 тысяч 400 тысяч Значит, вторым фантастически важным эффектом в этой кривой было положение этого пика по углу Оказалось, что вот такое конкретное положение максимума пика соответствует так называемой плоской Вселенной Вот перед этим я пропустил много слайдов, где показаны лучи так и эдак Так вот, я помню эту ситуацию в теории, когда была неопределенность Вселенная наша открытая, закрытая, плотность критическая, меньше критической, больше критической Эксперименты с обычными галактиками и измерениями всевозможных параметров Колебали так называемую Омега от 5 до 1,10 примерно И выяснилось, что Вселенная, оказывается, выбрала сценарий развития точно Омега равен единице Из всего возможного набора Омега Природа выбрала сценарий, в котором Омега равно единице Вот, собственно, это утверждение, заложенное вот в этих четырех буквах Оно было, на мой взгляд, самым неожиданным, самым выдающимся во всей этой работе И, как позже выяснилось, именно оно, именно этот вариант Открыл дорогу и подтвердил фактически первым модель инфляции То, что в ранней Вселенной была эпоха инфляции До этого стандартное фридмановское рассмотрение, расширение Вселенной, имело дефект Оно приводило к какой-то бесконечной плотности в начале, по поводу которой Зюльдович там не очень цензурно выражался Вот, 10 в 93 грамм в кубическом сантиметре Если кто-то хочет посчитать это, так сказать, на пальцах Могу привести цифру 10 в 15 грамм в кубическом сантиметре Это плотность атомного ядра Значит, 80 порядков по плотности Как-то надо было связать с какой-то физикой Шансов было ноль И только инфляция решила эту проблему Позволив за счет неких фантастических полей Из квантовой футации вакуума Родить большую Вселенную Так вот, именно инфляционная теория предсказывала Плоскую Вселенную И выбор хомика равной единице Однозначно свидетельствовал в пользу инфляционной модели Ну, я здесь, может быть, для некоторых неортодоксально мыслящих людей Говорю какие-то вещи слишком уверенно Но, тем не менее Так вот Основная задача бумеранга В последующем Ну, после этого Через несколько лет Полетел американский спутник ВМАП И И Значит Переоткрыли все это дело И В общем, как-то вся история С Нобелевской премией Павла Бернардеса Уклад Песок Он продолжал этим заниматься Уже с целью Дальнейшего уточнения вот этих кривых И выяснения истории с поляризацией Вот, давайте следующий слайд Ну, вот это уточнение Данных За счет разных Миссий Вот здесь ВМАП и Бумеранг Сравнивается Следующий слайд Значит, дальше Дальше Значит Ну, давайте дальше Значит Из чего сделана Эта омега равна единице Я сейчас не буду говорить Хотя, здесь нужно все-таки Остановиться пару слов сказать Вот Леонид Сергеевич В исходном докладе В установочном докладе В начале нашего совещания Говорил, что основная задача Это показать Заниматься вот изучением Расширяющейся Вселенной Ускоряющейся Вселенной Поляризация Это действительно Абсолютная правда И сейчас мы Видим, как Огромные силы Сосредоточены На том, чтобы уточнить Новый появившийся фактор Это так сказать Dark Energy Которая совершенно непонятно Откуда взялась Вот Но Я хочу Здесь От своего имени Сказать, что На самом деле Парадигмой Следующего этапа Развития техники И наблюдательного Направления В этой сфере Является Переход От Каких-то От измерения Глобальных Свойств Вселенной К Поиску Отдельных Объектов Поиску Ну вот Такая аналогия Вы вышли На улицу Ночью Смотрите на небо Первое, что Вам бросается в глаза Это то, что Небо черное Ну если нет облаков Вы видите Черное небо И В первом Приближении Это первое Такое Важное Сообщение Вам по сравнению С дневным небом Что Вот есть Оказывается Такое состояние Потом Вы присматриваетесь И видите Что есть Звезды Если Вы включите Какие-то инструменты В свой аппарат Исследования Вы увидите Что есть Галактики Есть какие-то Звезды Большие Меньшие Размеры Так вот В некотором смысле Сейчас Наука О реликтовом Излучении И о всем том Что с ним Связано Она является Переходом На мой взгляд От стадии Изучения Глобальной Вселенной В целом И ее параметров Слава Богу Мы это уже Поняли К изучению Вот этой Самой звездной Компоненты Она там Должна быть Наверняка Вопрос только В том Как она Распределена Какой она Природой Что за этим Стоит Какая еще Физика Так вот Я в основном Хочу Сосредоточиться На этой Части Науки И поэтому Следующий Слайд Значит Еще Еще Следующий Дальше 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 Вот Значит Несколько слов Про Поляризацию Принципиальная Вещь Связана С тем Что Рассеяние Света На Электроны Начального Приводит Приводит Появление Поляризации В зависимости от того Как устроены Источники Излучения И Распределены Электроны В принципе Есть два Фундаментальных Основных Механизма Которые Приводят Поляризации Реликтов Излучения Первое Было Предсказано Саженым Значит Поляризация Связанная С гравитационными Волнами С первичными Гравитационными Волнами Значит Гравитационная Волна Это такая вот штука Которая искажает Пространственную Метрику Ну и Грубо говоря Можно сказать Что если вы берете Квадрат из четырех точек То Две точки По диагонали Противоположные В этой гравитационной Волне Сближаются А две другие Удаляются Друг от друга Появляется Вот такой Вытянутый Электрон Потом Наоборот Эти точки Которые сближались Расходятся А эти сближаются Первичные Гравитационные Волны Предсказываются В стадии Квантовой Гравитации Есть Оценки Спектра И Интенсивности Эти Гравитационные Волны Приводят Появление Поляризации Линейной Так Или Так Значит И Что очень важно Эта Поляризация В принципе Не зависит От чистоты Поскольку Гравитация Она Не Взаимодействует С чистотой Она не чувствует Она Искажает Пространство И фотоны В этом смысле Те Которые Мы принимаем Они Одинаково Чувствуют Гравитацию Но Это Отклонение Луча Свет В поле Солнца Не зависит От чистоты Следующий Слайд Но Есть еще один Механизм Формирования Поляризации Он Хорошо Известен Звездной Науке Это Если у вас Есть Расширяющиеся Оболочки Звезд Излучение Выходящей Звезды На оболочке Рассеивается И появляются Выделенные Характерные Поляризационные Эффекты Вот это Так называемые Геомоды Которые Говорят В зависимости От Поля Скоростей Выглядят Вектора Поляризации Вот таким образом Либо Вот таким Здесь Возвращаясь К Экспериментальным Вещам Я хочу Сказать Что В свое время Шаломицкий Разработал Специальные Фильтры Которые Непосредственно Были Настроены Вот на Такого Типа Поляризацию У него Есть Патенты Я помню Как где-то в начале Восьмидесятых Годов Он мне даже Какой-то Препринт давал Я правда Тогда не очень Интересовался Но он все Пропагандировал Мне кажется Что сейчас Когда мы занимаемся Этой наукой Уже вплотную Надо посмотреть Что это за Изобретение Потому что Формально Поляризацию Все эти параметры Стокса Конечно можно Получить Как сумму Двух Перпендикулярных Поляризаций И восстановить Все На свете Но В этом случае Вы должны Повернуть Полероид Одним способом Потом Другим Делать Фактически Два Другую Конструкцию То Она В этом Смысле Мне кажется Должна Быть Более Адекватной Задачей И иметь Большую Востребованность Но Я не очень Специалист В этом Деле Просто Мне Хотелось бы Людей Законца Которые Есть Попросить Поискать Эти Миллиметрона Был проект Элиты Так называемый Вот И Шаламидский Как его Руководитель Очень Горел Поскольку Я занимался Реликтом Мы все время С ним Обсуждали Задачи К сожалению Он рано Умер Какие-то Вещи Возможно Нужно Реанимировать И Что-то Есть Так вот Я хочу Еще На этом Примере Показать То что важно Для следующего Вот Такие Точечные Источники Они Будут Иметь Отношение К Объектам Уже Связанным С первичными Флуктуациями Вот Первичные Флуктуации В своей эволюции Они Либо Расширяются Либо Сжимаются И По характеру Вот этой Поляризационной Картинки Мы можем Говорить о том Что есть Какая-то Динамика И Какого она Типа Так И Дальше Значит Что там Следующий Следующий Ну вот Есть еще Такая Мода Поляризации Следующий Значит Вот Измерения Которые Проводятся Разными Разными Группами Но я Думаю Что тут Вы уже Это Будет Следующая Налога Значит Как это Связано С теорией С Потенциалами Это мы Сейчас Обсуждать Не будет Хорошо Теперь Давайте Я все-таки Перейду Следующему Следующему Файлу Значит NN А тут Может быть Все-таки Вопросы Да Значит Вот Можно Было Про Поляризацию Немножечко Пояснить Какие Электрические Магнитные Моды Картинка В общем Довольно Понятная Но Это Что Из этого Все-таки Ожидается И то И другое Значит Ну Так Я Сейчас Не хочу В это Дело Сильно Вдаваться Значит Там Фактически Было Нарисовано Что Эти Моды Они Определяются Практером Движения Сжимается Флутация Или Расширяется Флутация В любом Случае Это Связано Центрально Асимметричным Источником Излучения Вот В отличии От Гравитационной Волны Которая Идет В однородном Изотропном Поле Фотонов И Искажает Пространство Поперек Значит Своих Деракат Здесь Существенно И там Какая-то аксиально-целебрическая Такая Симметрия Здесь Симметрия Сферическая И Она При Сечении Плоскостью Картины Плоскостью Она Приводит Вот Такого Типа Толеризации Ну это Стандартная Наука И она Хорошо известна Поперек И то и другое Может быть Наблюдаемо Да И то и другое Может быть Наблюдаемо Значит Я сейчас Ну не знаю Как там Точно Рассказать Откуда Чем Отличаются Одна От Другой Моды Ну В сертифик Можно различить Да Ну вот Вы видите Ну Значит Здесь Есть Во-первых Почему Вот Здесь Чисто радиальная Компонента Поляризации А здесь Под 45 углов Под 45 градусов Значит Это Вот Я сейчас Честно говоря Не могу Точно Коротко Сформулировать Почему Это Происходит И в каких Случаев Но В этом самом Сейчас Еще раз Вопрос Вопрос был Во-первых Сигнал Очень маленький Значит Величина сигнала Степень Поляризации Понимаете Вот Конкретно Для этого Механизма Здесь Важны Процессы Связанные С оптической толщой В конкретном источнике И Со скоростями Расширения И В результате Яркость Объекта Которые Мы видим По чистым Наблюдениям Дельта Т Она может быть Там Несколько Миликель Микрокель А Поляризация Содержит Еще малый Параметр Тау Оптическую толщу По рассеянию И В результате Величина Поляризации Степень Поляризации Существенно Меньше Единицы Оказывается Поэтому Нужно Уходить По Учислительности Глубже Хотя С другой стороны Беря Поляризационные Измерения Вы Отсекаете Изотропный Фон И повышаете Отношение Сигнала Шум Ну Это Примерно Так же Как Вы Меряете Пектральную Линию На фоне Континума Если Вы Раскладываете Это В спектр То Линия Может Существенно Что Касается Гравитационных Волн Эффект Очень Мало Потому Что Амплитуды Гравитационных Волн Очень Мала И В первом Приближении Поляризация Грав Волны Тоже Приводят Но Поляризационные Компоненты Там Тоже Имеет Порядок Мало Связаны С Масштабом То С Масштаб Ну Вот Какая Что В основной Массе Мало И Тогда Мы Скажем Так Вопрос Не стоит Сама По себе Поляризация Может быть И такая И сякая Какая Она В большинстве Случаев Редко Встречается Зависит От Моделей Объектов И Механизмов Формирования Я сейчас Не провожу Сравнительного Анализа Сколько Какой Поляризации Должно Я просто Показываю Какие Формы Поляризации Могут быть И С чем Они Принципиально Связаны Спектр Масштабов Этих Поляризации Амплитуды Их Это Это Большая Отдельная Наука И не Сейчас Но Вот Эти моды Которые Показывали Они Совпадают С тем Что Сейчас Все Хотят Искать Допустим В проекте Бипол Я Честно Говоря Не Хочу Комментировать Это Это Близко И В этом Смысле Это Все Одного Существа Да Главы И Размеры Которые Могуты Главы И Главы Главы Там Есть Спектр Гравитационных Волн Главы Которые Главы Затухают Малым Масштабом Быстро И в этом смысле Поляризация гравитационных волн дает только большие масштабы. Флуктационные, связанные с протообъектами, они маленьких относительно масштабов и они могут быть вообще очень малых масштабов. А пока высоко один градус? Один градус – это основной пик, первый пик стоячей волны во Вселенной с радиусом соответствующим. А анализировать и принимать надо гораздо точнее, чем этот градус, гораздо меньшим углом? Значит, на сегодняшний день WMAP и вообще PLAN, на самом деле, анонсируют точность измерения положения этого первого пика, страшно сказать, они говорят про 0,2%. Я это слышал от Сеняева на конференции в Гершинге, когда у него был. И там есть тонкая наука, связанная с динамикой рекомбинации, со всякими факторами квантово-механических учетов и всяких эффектов рекомбинации водорода. Значит, серьезные люди говорят, что, наверное, они получат точно один процент. Но один процент – это тоже уже фантастика по сравнению с тем, что раньше. Это положение пиков и наличие, дальше спадание этих пиков. Это связано с разными параметрами Вселенной. И я сейчас не хочу это детализировать. Спасибо, Виктор. Давайте перейдем по второй части. Значит, вот по науке следующий, собственно, доклад. Вот это. Стоп, стоп, стоп. Ну, по поводу первичной эксплуатации все было более не менее нормально и существует стандартная наука, но здесь давайте мы быстренько пройдем. Я хочу связать это с тем, что говорилось на прошлом совещании. Значит, и, собственно, на чем базируется мое утверждение, что надо искать следующего типа, следующего класса объекты, связанные уже с новой физикой. Значит, мы наблюдаем сегодня распределение вещества на небе сугубо неоднородное. Это звезды, галактики, скопление галактик. И скопление галактик показывает так называемую крупномасштабную структуру. И чем дальше мы внедряемся в это дело все, тем больше у нас находится перехода от стандартной космологии к тому, что мы сегодня видим, но и больше появляются проблем с ней связанных. И это стандартная ситуация в любой науке. Чем дальше в лес, тем больше неприятностей. Так вот, фокус заключается в том, что когда я начинал в середине 70-х годов заниматься этим всем делом, было твердое, очень твердое убеждение, что Квазаров сзять больше единица, двойка, Дорошкевич позволял такую вольность и говорил, ну тройка. Быть дальше просто не может. На сегодняшний день мы видим, да, и борьба за поиск Квазаров с большими Z, это была просто мечта любого молодого наблюдателя, астронома, я помню, как в Савов борьба за это шла, и там каждый норовил увидеть Квазаров в Z-5. Сегодня мы видим Квазары и галактики, что самое страшное, галактики на Z-8,6, а последнее сообщение о том, что мы видим карликовую галактику на Z-9,4. Если пересчитать это в возраст Вселенной, то получается довольно мало. Получается примерно 500 миллионов лет. И провести полную схему эволюции от начальных флактуаций первичных слабых до такой вот штуки оказывается очень тяжело. Значит, вот давайте следующий слайд. А может быть вы поясните, что такое зертва? Тут практически никто не понимает, что такое зертва. В любом спросите. Знаете, два слова. Два слова. Расширяющаяся Вселенная характеризуется тем, что формально, это неверно, фактически, но формально вы можете описывать далекие объекты по мере их покраснения. Вы берете какие-то стандартные линии, которые видны в лаборатории, ну, допустим, водородные линии, там, Лайман Альфа, Аш Альфа, и вы видите их в других галактиках смещенными в красную область. Вот величина смещения, это так называемое красное смещение, отношение длины волны, реально измеряемое в длине волны лабораторной, есть единица плюс z. Значит, z равное нулю, это лабораторная, это наша лаборатория, грубо говоря, это ближайшее к нам пространство. В галактике, далекие галактики, Хабблом было открыто, это знаменитое его открытие, за которое он так и не получил Нобелевскую премию, хотя очень заслуживал. Чем дальше галактика, тем быстрее она от нас убегает. И это прямое следствие расширяющейся Вселенной. Так вот, скорость расширения можно в терминах доплеровского механизма описывать. Значит, скорость расширения определяет вам, насколько изменяется длина волны. Вот, оказывается, что мы сегодня видим галактики, которые удаляются от нас со скоростью, настолько близкой к скорости света, что их длина волны по отношению к лабораторной увеличивается в одиннадцать раз. Значит, кто помнит формулу Доблера корень с единицами на своих цех, может посчитать, какая это скорость. Вот, поэтому для Вселенной на больших расстояниях не говорят уже в терминах расстояния, а говорят в терминах красного смещения. И это очень характерно и полезно. Переход в систему других единиц, и она имеет и физический смысл. Ну, если совсем непонятно. Я хочу сказать. Вот, значит, в двух словах, какая стандартная схема сегодня все-таки принята. С модификациями, с уходом уже далеко от того, что имел ввиду Дорошкевич 30 лет назад. Значит, вот есть Z1000, это стадия рекомбинации. Вот здесь мы видим вот эти плуктуации. Значит, дальше идет так называемая стадия нейтрального водорода и медленного нарастания малых плуктуаций плотности. Это так называемая стадия Dark Ages, о ней отдельно можно много говорить. И вот здесь уже где-то в отдельных местах, в зависимости от того, как повезло от той или иной плутации родиться, с большой или с малой плотностью, они нарастают, появляются первые звезды, первые галактики, и дальше уже все это ионизуется, окружающий газ, водород, и более-менее формируется наблюдаемая нами структура. Борьба идет за то, когда начинается вот эта стадия звездообразования. Эксперимент дает, что мы сегодня видим рентгеновские источники достаточно мощные, которые свидетельствуют, сколько мне нужно. Мало, да? Ну, в общем, минут 5-7-10, мне кажется, можно немного. на все. Да, да. А на силу на поиск? Ну, да. Ну, тут, конечно. Ну, давайте быстро. Да, значит, давайте быстро. Потому что там есть очень важный материал, который я хотел по этому наблюдательной базе сказать. Так вот, вот в этой схеме, давайте без деталей, я просто констатирую. Появляются некие трудности, связанные с тем, что мы видим далекие объекты с уже сформировавшихся химией, химическим опилием и черными дырами в центре галактики. Наша работа с Глазыриным направлена на то, чтобы детально выявить различия этой стандартной схемы с наблюдениями и показать, что в некоторых случаях, не везде, но в некоторых случаях мы, наверное, должны ввести понятие такой объект, как первичная черная дыра большой массы. В этом случае оказывается, что ее можно будет видеть по некоторым проявлениям уже на ранних стадиях, и вот, собственно, если мы будем видеть и по спектральным, и по яркостным, и по поляризационным измерениям такие объекты на ранних стадиях, то это будет некая абсолютно новая физика по сравнению со стандартной космологией. А шансы на то, что мы это дело увидим, вроде бы растут. И вот теоретические исследования показывают, что к этому нужно относиться серьезно. Следующий слайд. Значит, ну, это как идет там расчет. Дальше. Значит, вот как выглядят примерно первые звезды, первые этапы звездообразования. Значит, дальше. Значит, вот что получается с предсказанием по теории масс первичных черных дыр в голову. Но вот здесь я как раз хочу обратить внимание, что вот в этой формуле, которая стандартно используется, неявно заложено некое неверное предположение. Я не буду сейчас говорить про детали, это все равно мало кто в этом разберется. Значит, и в конечном счете оказывается, что вот как раз в этом месте логика объясняющих людей рвется, и может оказаться, что большие объекты с черными дырами в ядре являются таки свидетелями ранней другой физики. Больших черных дыр в начале сала. Дальше. Значит, следующее. Да, ну вот наблюдаемые объекты с массами, значит, и красными смещениями, которые, ну вот вы видите, 7, примерно 7 красные смещения, а массы черных дыр в центре уже порядка 10 в 9. Вот здесь очень сложно на самом деле все объяснить, даже с теми предположениями, которые люди делают, а если они не верны, как мы покажем, надеюсь, в ближайшее время, то вообще все пролетает дальше. Значит, и вот неожиданно, незадолго до отъезда, я в интернете увидел такое сообщение, и оно просто для любителей астрономии. Я, к сожалению, не нашел сейчас этот Nature, но утверждение следующее. Звезда, в которой не может быть. Найдена звезда с массой 0,8 массы Солнца, с возрастом примерно 13 миллиардов лет, и с химическим обилием в 20 тысяч раз меньше, чем у Солнца, но по первичному сценарию, по стандартному первичному сценарию, химическое обилие тяжелых элементов должно быть на 8 порядков меньше, на 8-9 порядков меньше, чем у Солнца. То есть это звезда в промежуточной стадии от самого, так сказать, раннего нормального химсостава до Солнечного. И вот следующий слайд. И это как раз соответствует предсказаниям нестандартного нуклеосинтеза, который, в принципе, должен реализовываться вокруг первичной черной дыры. Вот может оказаться, что в рамках того, что я рассказывал в прошлый раз, и вот здесь в этой статье будет описано в нашем более подробно, мы находимся как раз в ситуации, когда мы видим остатки, какие-то продукты нестандартного нуклеосинтеза вокруг первичных черных дыр большой массы, но там они дальше как-то эволюционируют. Следующий слайд. Да. Ну, теперь для того, чтобы говорить о продолжении наблюдений в реликтовом излучении, нужно говорить о том, что вот конкретно эти отдельные пятна нужно исследовать как протообъекты и там искать и поляризацию и всякие такие дела. В принципе, вот здесь вот можно проводить спектроскопию и искать следы вот этой вот нестандартной химии первичных объектов. Так, следующий слайд. Значит, один из таких надежных, как мне кажется, методов поиска спектральных особенностей в этом направлении является поиск молекулы гелия H+. И вот мне очень приятно, что с Игорем Ивановичем у нас пошло это дело по наблюдениям. Молекула гелия H+, являясь простейшей гетерогенной молекулой ионой, известной прекрасной теорией атомных процессов и в лаборатории, до сих пор не было обнаружено в космосе. И это первые фактические упоминания, они серьезные. Ну и сейчас нам дали дополнительное время еще на ИРАМе и мы это дело там постараемся уточнить. Если это окажется серьезно, то использовать эту молекулу можно будет для различных наблюдений. Ее первая длина волны перехода 149 микрон, поэтому она выпадала из наблюдений как инфракрасных, так и радио. Вот, только за счет большого Z-источника, на который мы навелись, она попала в диафазон ИРАМ. Так, ну хорошо, я не могу больше на этом останавливаться. Следующий слайд. Вот. И теперь я перехожу к тому, что мне кажется очень важно для перспективы приложения усилий вот этого большого коллектива. Мы сейчас связаны, ну не связаны, есть обязательства работы по наблюдениям и участию в проектах и бумеранг, и миллиметров, но в принципе очевидно, что наработанные материалы, потенциал должны иметь перспективу применения еще где-то. Я не говорю о том, что Григорий Новомович там рассказывал в своем докладе, это тоже очень важно и интересно. Оставаясь в поле, так сказать, астрономических наблюдений, хотелось бы понять, можем ли мы что-то сделать в этом направлении. Наблюдения на Земле в Терогерцовом диапазоне связаны с колоссальной проблемой, как все знают, это вода в атмосфере. Мест с малым содержанием воды в атмосфере наперечет. Значит, на сегодняшний день с такими топовыми местами считается гора Маонакея на Гавайях. Это некий вулкан высотой 9,4 километра, он торчит из воды, он торчит из воды на 4,5 километра, а вниз еще там на 5 километров. Это самый крупный вулкан на Земле, на самом деле. Более того, он настолько тяжелый, что он проседает, он продавливает земную кору и проседает. Вот, чем это кончится пока не очень, понятно? Но будем надеяться, что нас это не затихнет. Так вот, на этом самом вулкане нашли площадку, померили содержание воды. Я вам сейчас покажу, что там по воде. Следующий слайд. Значит, ну, что за телескоп там стоит? Там стоит так называемый GSMT, James Clerk Maxwell Telescope, 15 метров диаметром, его рабочий диапазон от 0,3 до 2 миллиметров, значит, высота 4200 метров, координаты вы видите, он практически на экваторе. Вот, очень забавная вещь, которая для меня, во всяком случае, специалисты, наверное, это понимают как очевидность, то, что зеркало 15 метров вот этого закрыто водостойкой тканью, гортексом. И это материал, который отражает оптическое излучение, с него скатывается обычная вода, пар проходит, потому что он фористый, но он прозрачен для субмиллиметровых волн на 97%. В результате на 15-метровом зеркале можно наблюдать Солнце. Скажите это любому оптику, он вас убьет. Потому что даже в радиоастрономии известна ситуация, когда сожгли опору, случайно зациклился, зациклился этот самый привод, и Солнце прошло лучом своим через какую-то опору, я не помню, где это, в Чилин, через... А? И расплавило его. Так вот, здесь поставить в фокус Солнца аппаратуру, 6000 градусов вы получите, так сказать, немедленно. Если закрыть чистую оптику, то можно наблюдать. Так вот, у нас, в принципе, это можно делать на БТА. И я думаю, что мы все-таки это дело убедили в оптике, которые, конечно, будут сопротивляться. Дальше. Да, вот, подождите назад. Еще я хочу сказать, что там есть, во-первых, обсерватория Калифорнийского технологического института, Калкейфорний, 10,4 метра телескоп. И они с этим самым GSMT устроили интерферометр. База небольшая, но как минимум это очень важно для нас. Значит, дальше. Вот содержание воды. Значит, это некоторые картинки такие с сайта GSMT. Я обращаю ваше внимание, что вот как со временем, по часам это себя ведет. Значит, падение ночью. Но здесь вот примерно 2-3 миллиметра осужденной воды. Следующий. Вот хорошая ночь. Здесь примерно полтора миллиметра. Следующий. Здесь тоже некое характерное такое распределение воды по времени. Следующий слой. Следующий. Следующий. Вот. А это распределение воды на токами. Значит, 0,6. Наиболее характерное содержание воды. 0,6. 1,2 миллиметра. Вот видно, как прозрачность ведет себя в зависимости от содержания воды. И вот теперь ударно. Следующий слайд. Что у нас здесь можно сделать? Это карта минимальных температур, которые по территории бывшего Советского Союза была намерена в свое время. У нас есть полюс холода. Значит, я не говорю про Антарктиду, собственно, пример Антарктиды это делал и подтолкнул. Есть у нас полюс холода. Он находится где-то вот здесь вот. Это Аймекон. Вот здесь где-то Верхоямск. Значит, казалось бы, у нас тоже должно быть неплохо с водой. За счет вымерзания. И действительно, ну плюс к этому я искал еще области, еще горы по возможности. В результате некоторых там переговоров, разговоров была получена следующая информация. Следующая история. Вот распределение воды осажденной в районе Якутска. Вот назад сделайте спрос. Значит, Якутск находится вот здесь вот. Он стоит на лене. И высота его примерно 200-300 метров над уровнем моря. То есть я тогда еще ямка такая. Вот, если посмотреть по шкале, то температура минимальная в Якутске на 7-8 градусов примерно меньше, больше, чем в районе этих полюсов холода. Так вот, что есть в Якутске? Покажите, пожалуйста, в следующий слайде. Специальное измерение на солнечном фотометре с Е318 за период 2004-2009 год показывает следующее характерное содержание воды. Это в сантиметрах. Один миллиметр февраль и два-три миллиметра ноября. С ноября по февраль наблюдений в Якутске не было, потому что они проводятся через наблюдение солнца. Солнце было очень низко и там недостоверные, получается, соотношения. Но один миллиметр это уровень, лучший уровень Мауна-Кео. Фактически там в среднем 2 миллиметра, это уже март. И это вода в районе Якутской. Не самый лучший регион по сравнению с вот этими городами. Следующий слайд. Забавно, что такая же картинка сделана в районе Томска. И здесь тоже зимой, но здесь полный цикл. Здесь тоже в районе 2 миллиметров. То есть совсем неплохо по сравнению даже с Мауна-Кео. Нет. Значит, 2-3 миллиметра, в общем, это вполне стабильно. Там 3 миллиметра. Вот. И следующий слайд. Значит, вот распределение относительной влажности по высоте. В районе Якутска. Да. Значит, вот здесь видно, что, ну, во-первых, если пересчитывать это на места, где находятся эти горы Мус-Хая и Победы, там, вы не обратили внимания, я просто назову цифры, Мус-Хая – это гора 2959 метров, а гора Победы – это 3147 метров. Значит, это значит, что они лежат где-то вот здесь вот по высоте, и вся вода, которая интегрируется вот по этой высоте, она выпадает. То есть, в интеграл по, если предположить такой же характер поведения, влажности и температуры, в интеграл по осужденной воде будет ходить только вот эта верхняя часть. Вывод напрашивается общий такой. Значит, на этих высотах, в этих районах, по-видимому, можно ожидать рекордного, рекордного сухого воздуха, содержание воды, ну, там, примерно 0,5, может даже меньше, в какие-то моменты, может быть, и меньше. В результате можно предложить для исследования эти области на предмет организации там каких-то инструментов. Когда я это рассказал Паула де Бернардису, он страшно взволновался и сказал, что это очень здорово, он готов хоть сейчас ехать туда. Он мне показал, что вот такой приборчик он возьмет, ничего сложного, ничего страшного. Вот он возьмет, они с Сильверемазой там сидели, я видел, как они просто. Выяснилось, что у них жуткие проблемы с Антарктикой. Американцы там все монополизировали, и средства доставки, вплоть до самых емейловских переговоров, там, периллюстрируют почту электронную итальянцы. Вот, ну и при этом это все очень дорого, очень неудобно, а здесь, в принципе, чистое поле. Ну, надо сказать, что Паула в этом смысле не первый раз в России, в Советский Союз рвется. В свое время они с этим самым Шаламинским ездили на Памир, и там мерили эти самые параметры. Но после этого он вернулся в Советский Союз, и все рвется. Сейчас его вот эта вот перспектива очень заинтересовала, и он готов ехать, мерить сюда, и заявил, что если окажется, что все это более-менее правда, то он готов ставить там перед своей академией вопрос о финансировании каких-то работ. В принципе, вот к этому, собственно, все и подводится, что мы можем организовать здесь какой-то пункт, и если уже привязывать его, так сказать, по-серьезному, то строго говоря, этот пункт, такой пункт на территории России, важен и для эмиссии миллиметровых, потому что на сегодняшний день субмиллиметровых точек на территории России практически нет. Разговоры о СУФе, они не очень серьезные, потому что СУФа неизвестно в каком состоянии, и это не Россия. А? Астроклимат в СУФе. С астроклиматом, вот, может быть, Игорь Иванович что-то больше знает, но я за пять лет работы в этом проекте ничего не узнал. Там нет точных нормальных оценок астроклимата. Шел разговор о том, чтобы их сделать, но это все повисло. Здесь гидромет якутский выдал нам вот эти картинки. Картинка получена от Бережко, начальника этого гидромета якутского. По моей просьбе к нему обратился Курт. Ну, в общем, вот какая-то такая была цепочка. Во всяком случае, здесь есть что анализировать. И достаточно свежие цифры, 2004-2009 год. Вот, поэтому даже Томск, я уже не говорил, уже подходит. В общем, Сибирь это просто территория, субмиллиметровая страна. Я, в общем, все сказал. Если есть короткие вопросы, пожалуйста, один коротенький вопрос. Мы уже вопрос задавали, а время у нас уже... Давайте, последний, единственный. Если посмотреть, допустим, в гумерант 2, там поляризация мерилась как вертикально и горизонтально, еще под углом. А в гумерант 3 планируется антенна только вертикально и горизонтально. Разница есть какая-то? То есть это более точно какие-то измерения? Я думаю, что это вопрос технический. Не совсем. Просто вот вы показывали Е-моду, она... Ну, там, поляризации как раз по угламе есть. Это вот может распределиться в углу. Нет, нет, это будут и те, и другие, все улыбнут. Нет, нет. Конечно, мы же только сейчас одиночный элемент ставим, а там будут все распределиться. Давайте Витрина Статиночка благодарим. Очень хорошо.